Христос воскресе! Приветствую вас, дорогие телезрители, и поздравляю с праздником Великой Победы! Десять лет назад мы могли упрощенно сказать, что русские победили немцев, и никому бы в голову не пришло посчитать это оскорбление. Так говорили украинцы, белорусы, казахи, таджики, армяне. Сказать, что ты русский, это не значит потерять свою национальность. Это значит подтвердить свою принадлежность к особому мировоззрению, тем более, когда мы говорим о белорусах, украинцах и россиянах. Три единый народ словно тысячелетний дуб растет из одного ствола, но имеет ветви. Три мощные ветви составляют крону. Чем крона раскидистей, тем больше птиц в ней селятся, тем больше путников отдыхает в ее тени, тем мощнее дерево. Но ни одна из ветвей не обидится, если о ней будут говорить как о дубе. И только наш человек часто с негодованием смотрит на того, кто назвал его русским по духу. Поэтому сейчас мы вынужденно и так неловко подбираем слова, заменяя слово русский на восточнославянский, общеславянский, но ни одно из них не попадает в цель, не выражает верно мысль. Однако, как ни называйся, дух наших народов был и остается единым. Он выражается и в вере, и в социальных нормах, и в общих праздниках. И защищали мы наши ценности одинаково до смерти. Об этом духе сегодняшний рассказ называется он «Вася». Послушайте его. Он сидел на берегу Байлкала против длинных удилищ и обреченно смотрел на мертвые поплавки. Сухой, седоволосый, высокий дед. Я подошел. «Что, отец, не клюет?» «Нет, не клюет», – ответил он, вскинув на меня белесые, словно выцветшие глаза. «И по акценту и по виду его я понял, что передо мной немец». «У вас, наверное, рыбалка получше, чем у нас. Там клюет», – сказал я. Старик опять вскинул на меня глаза и усмехнулся. «У вас рыбалка не та, и рыба не такая», – сказал он. «Слишком много посредников между тобой и рыбой. Удочки, пожалуйста, какие хочешь». «И червяка могут насадить, и даже рыбу на крючок подвесят. Какую закажешь?» «Там на каждой рыбе бирка, сколько сантиметров, какой вес и сколько стоит. Все регламентировано. Здесь, в России, я могу спокойно поставить палатку на берегу Байкала или в лесу, и никто не придет и не заявит. «Нет, это мой берег, мой лес, убирайся. Здесь я чувствую себя свободным. Здесь я не чувствую себя кроликом, загнанным хищной рыночной системой в угол. У нас там нет выбора. Здесь, пожалуйста, вы просто не цените то, что имеете, и потому пытаетесь жить так, как на Западе. Все ценности и блага, которые пропагандирует Запад, это красивая реклама, обещающая рай, но не обольщайтесь. За этой красивой вывеской скрывается ад. Здесь вот я и Байкал, я и рыба, захочет – клюнет. Если поймаю, то в моей воле отпустить ее или сварить из нее уху. Я свободен в поступках. Услышать такое от иностранца было для меня полной неожиданностью. «Я много путешествовал, – сказал немец, – объездил большую часть мира, но нигде такого народа, как здесь, не встречал. Вы особый народ, у вас другая душа, у вас другой особый дух. Я напитываюсь им, и мне хватает этой зарядки на год, иногда больше. Тогда почему бы вам совсем не переехать сюда? Я немец. Я по духу немец, потому что воспитывался в той среде. Я никогда не стану русским, сколько бы здесь не жил. Это нужно родиться здесь, жить и воспитываться воспитываться в этой среде. – Да, убедительно, – сказал я. – Вы, наверное, профессор философии? – Нет, я инженер-механик. Когда-то давным-давно, будучи студентом, я приезжал в Россию. Отсюда русский язык я выучил. Но связывает меня с этой страной не это, а война. Я воевал против вас. И тогда я впервые узнал, кто такие русские. Однажды наша резервная часть зашла в городок, который был полностью разрушен немцами. От домов и зданий торчали остовы. Город казался мертвым. Мы стояли здесь неделю. И за это время я не видел ни одного гражданского человека. Как-то я пошел на продовольственный склад, чтобы получить паек. Иду мимо развалин, и вдруг вижу, на глыбе из-под фундамента сидит парнишка лет десяти-одиннадцати в целогрейке, в суконных штанах, на ногах кирзовые сапоги. Эй, мальчик, – позвал я, – иди сюда, на шоколадку. Он посмотрел на меня испепеляющим взглядом. Не возьмет, – понял я, – умрет, а не возьмет. Тогда я положил угощение на камень. Через некоторое время возвращаюсь назад с пайком и вижу такую картину. Вокруг паренька собрались семеро малышей от трех до пяти лет. И он делит им эту шоколадку. Увидев меня, малыши насторожились. Не бойтесь, – успокоил их паренек. Разделил, а себе, я вижу, не взял ни крошки. Что же ты себе-то не отломил, – спросил я. Я не хочу, – ответил он. Но ты же голоден, я вижу, кожа, глаза да кости остались. Я не могу есть, пока они голодные, – сказал он. Они еще очень маленькие, всегда хотят есть, а я потерплю, пока наши не придут. Что-то сколыхнулось у меня в груди. Я снял свой ранец и вытряхнул все содержимое перед парнишкой и увидел, как он побледнел. – Как вас звать? – спросил он. – Курт. – А меня – Вася. Спасибо, дядя Курт. Детишки ошалело смотрели на продукты. Я думал, что они бросятся на них и начнут запихивать себе в голодные рты хлеб, колбасу, шоколад. Но они стояли молча, ждали, пока Вася достанет из-за пазухи тряпицу, расселит ее на камни, вынет из кармана штанов складничок, начнет резать булку хлеба на ломтики и колбасу на кусочки. Потом он каждому неторопливо раздал по куску хлеба с колбасой. – О себе, Вася, – удивился я. – Я потерплю, – сказал Вася. – Я не могу есть, пока они голодные. – Но ты же так умрешь с голоду. – Я не умру. – Я обязательно дождусь своих и им не дам умереть, – сказал он, кивая на детей. Я ожидал, что эти изголодавшиеся крохи мигом проглотят еду, но они откусывали по маленькому-маленькому кусочку и долго-долго жевали. Видимо, так учил их Вася. А одна малышка, съев примерно половину своего пайка, поделилась с Васей. Слезы покатились с моих глаз. Я бежал оттуда, чтобы дети не видели, как я плачу. Я увидел, как из выцвешших глаз старика потекли слезы. – Вот видите, как глубоко сидит, – показал он на грудь. – Не могу вспоминать без слез. – Будь проклята любая война, и пусть будут прокляты во веки те, кто развязывает войны, кто сеет вражду и ненависть между нами. Курт вытер слезы, потихоньку успокоился. С тех пор я стал собирать кусочки хлеба, колбасы, любые остатки пищи и носить их в Асе. Мои товарищи смеялись надо мной. Они знали, что я очень любил собак. Русских собак кормишь? Если бы они знали, каких собак в кобычках кормлю, меня бы, наверное, расстреляли, а их бы отправили в Германию. Когда наша часть стала отступать из города, я забежал к Васе попрощаться. Вместо семьи я увидел пятнадцать малышей. Где только он их отыскал, они сидели в подвале и что-то хлебали жидкое из алюминиевых чашек. Видимо, Вася умудрялся им что-то из чего-то сварить. Я отдал ему накопленные продукты и обнял на прощание. Вася, как бы я хотел, чтобы у меня был такой сын, сказал я ему. – Дядя Курт, а вы приезжайте к нам в гости, когда кончится война, и мы победим, сказал он. И вдруг я почувствовал, как кто-то тихо дергает меня за штаны. Я увидел у своих ног ту малышку, что предлагала Вася свой кусок хлеба. – Дядя Курт, возьмите подарок! – пролепетала она и протянула мне вот эту куклу. Видимо, самое дорогое, что у нее было. С тех пор я ношу куклу с собой и никому ее в руки не даю. Никому! К ней прикасались только руки той девочки и мои. Это мой оберег, моя память. – И что, вы приезжали в этот городок, пытались найти Васю? – спросил я. – Да, пытался. Но у кого бы я ни спрашивал, никто не знал ни про Васю, ни про ребятишек. Видно, пришли после нас русские, определили малышей по детдомам, а Васю, скорее всего, в госпиталь. Я надеюсь, что он все-таки выжил. И куда его увезли одному Богу, известно. А о том, что он спас 15 детей, Вася, видимо, никому не рассказывал. К тому же, в вашей стране это не такой уж исключительный случай. Если бы Гитлер был знаком хотя бы с одним таким парнишкой, как Вася, он бы никогда не пошел воевать против России. Народ, у которого такие дети, победить нельзя. Теперь, чтобы напитаться Вашим духом, я еду все дальше и дальше от центра в глубинку. Русский народ – особый народ. Нельзя его поднимать, подминать под рынок и тем более пытаться уничтожить. Русский народ – это душа мира, это совесть мира, это дух мира. Уничтожи Россию, и мир рухнет. Слова немца тронули меня до глубины души. Я встал, он тоже поднялся, и мы крепко обняли друг друга. «Ну вот», – сказал он, вытирая слезы, «теперь год-два еще протяну, мне уже скоро девяносто стукнет. Все надеялся Вашу встретить, не довелось». «Теперь только там» – он показал на небо. «Я стал часто видеть его во сне таким же мальчишкой, с каким я прощался тогда. «Долгих лет жизни тебе, отец», – сказал я, и, отвернувшись, быстро пошел вдоль Байкальского берега. Я не хотел, чтобы этот человек видел мои слезы». Вот такой рассказ. «Русский дух действительно не победил. А тот, кто отпал от него, значит, уже побежден. Он уже не празднует День Великой Победы. А мы празднуем. С Днем Победы!» Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы Порохом пропах. Это праздник С целеною на виском. День Великой Победы. Также приветствуют